Добрый день, уважаемые студенты! Тема сегодняшней нашей лекции – культивовые штифтовые конструкции, виды, техника препарирования зуба, клинические и лабораторные этапы изготовления. Лекторы – преподаватели кафедры Ислама Ванильфар Бустановна и Самадов Шукруб Шукратович. Штифтовые зубы – это несъемные протезы, которые полностью замещают коронку зуба и укрепляются в канале при помощи штифта. Также для восстановления полностью разрушенной коронки зуба применяют культивые штифтовые конструкции с последующим изготовлением на них искусственной коронки. На слайде представлена техника препарирования под культивые вкладки и культивые вкладки после фиксации. По конструкции они подразделяются на монолитные и составные. По методу изготовления бывают литыми и паянными. На слайде представлены несколько примеров по монолитным штифтовым конструкциям и литым и паянным. По составляющей материала они делятся на металлические, неметаллические и комбинированные. По принципу укрепления по корню различают штифтовые зубы. Первое, опирающиеся на наружную поверхность подготовленного корня. Второе, которое укрепляет на наружную поверхность корня, но и на внутренних стенках корневого канала. Третье, опирающиеся на наружную поверхность корня с охватом выступающей части корня кольцом. Они также называются по автору, по Ричмонду, по Катсу и по Ахмету. Показания применения у штифтовых конструкций. Какие могут быть показания? Штифтовые зубы применяют для восстановления коронковой части зуба при полном ее отсутствии или незначительном разрушении, когда аэропспит превышает более 0,8%. В качестве опоры мостовидного протеза также может применяться для шинирования зубов при заболеваниях парадонта. Парадонтит второй-третьей степени. Штифты для реплантируемого зубов. Когда идет операция реплантации, применяются штифты с целью фиксации этого зуба. Для фиксации внутриалялярных переломов корня. Для исправления аномалии положения передних зубов при вторичной деформации зубных рядов взрослых, когда невозможно их исправить ортодонтическим методом. Также они применяются для исправления ошибок препарирования при частых расцинитировках коронок. Как элемент кнопочной фиксации покровных съемных протезов. На слайде представлены для восстановления коронковой части зуба штифты для фиксации внутриалялярных переломов корня и в качестве опоры мостовидного протеза. На слайде представлены культивые конструкции для шинирования зубов при заболеваниях парадонта. При парадонтите фиксируются соральные части зуба по экватору зуба. Штифты для реплантируемых зубов Исправление положения зубов в пределах 15 градусов Это происходит с помощью брекетов, а также с помощью культивых вкладок. На слайде представлена штифтовая конструкция, как элемент кнопочной фиксации съемных протезов. Они выполняют фиксирующую функцию. Какие могут быть противопоказания к применению штифтовых конструкций? Некупированные патологические изменения в периопекальных тканях Непроходимость корневых каналов Если в канале создана ступенька, если канал перфорирован, если канал облитерирован В этих случаях, конечно, противопоказаны Короткие корни с остонченными стенками Атрофия костной ткани алиолярного отростка у корня на 3-4 и более проценте Разрушение корня более чем на 1,4 его длины Дефект какой-либо из стенок корня равный или больше 1,4 величины корня Какие могут быть требования к предъявляемому корню зуба? Корень должен быть в первую очередь устойчивым в лунке То есть без подвижности, без парадонтита, без изменения в парадонтальном кармане Иметь неповрежденную циркулярную связку, что очень важно В области верхушки корня не должно быть воспалительных изменений Стенки корня должны иметь достаточную толщину и не должны быть поражены кариесом или иным патологическим процессом Если они поражены твердой тканью, поражены если кариесом, то необходимо сначала лечение этого процесса После чего уже планирование ортопедического лечения Не быть искривленным протяжением на 2,3 своей длины, учитывая эмалево-цементное соединение Длина корня должна относиться к надкорневой части, как на половину Корневой канал должен быть проходимым на длину не меньше, чем высота коронки Корневой канал должен быть эндотонтически подготовлен, то есть пролечен на пекальное треть Должен выступать над десневой или быть на одном уровне с ней На слайде представлены конструктивные особенности различных штифтовых зубов Штифтовый зуб по Ричмонду Этот штифт-кольцо с надкорневой защиткой, то есть имеется колпачок, закрывающий культю корни Спаянное со штифтом, может быть из золота, из металла или из комбинации металлов Штифтовый зуб по автору Копеки То же самое, что и штифт по Ричмонду, только изготавливали из хромоникелевой стали Вместо паянного золота колпачка штампуется стальной колпачок Штифтовый зуб по Катсу Отличается от классического варианта штифтового зуба Ричмонда тем, что в опорной капе отсутствует вестибулярная часть кольца То есть у него форма бывает в виде полукольца Штифтовый зуб по Ахмедову Представляет собой штампованную окончательную коронку с облицовкой из пластмасса и корневым штифтом Штифтовый зуб по или иным маркосям Конструктивная особенность – кубическая вкладка с длиной ребра 3-4 мм, которая располагается в устье корневого канала Она предохраняет штифт от вращения и одновременно защищает корневой канал от проникновения в него слюны и растворяющей цемент Передает жевательное давление через всю поверхность корня и амортизирует боковые нагрузки при жевании Штифтовый зуб у Логана Стандартное заводское изготовление Это фарфоровая коронка с монтированным в нее штифтом, монолитным То есть здесь коронка и штифт идут одномоментно Штифтовый зуб по Дэвису Стандартное заводское изготовление – это фарфоровая коронка с отверстием для штифта и штифты Штифтовые зубы по Дэвису Они имеют винтовую фиксацию На слайде представлены насечки на штифте и колпачок-кранковая часть В настоящее время для установления значительно разрушенной коронки В зубы применяется культивая штифтовая вкладка Которая после фиксации в канала корня покрывается искусственной коронкой Коронка может быть металлической, керамической или комбинированной Конструкция такого протеза состоит из штифта искусственной культи И подразумевает дальнейшее изготовление искусственной коронки На слайде представлена составная часть культевой вкладки Литые штифтовые культевые вкладки могут быть разборными и неразборными Монолитные Подготовка культи и канала корня Первый этап препарирования надисневых тканей зуба Второй этап подготовка канала, раскрытие устья и расширение канала Расширение канала необходимо проводить под контролем рингенограммы Чтобы не допустить перфорацию Длина ложа под штифт должна быть равна половине или две трети длины корневого канала Но не меньшей длины коронковой части зуба Толщина штифта должна быть для сопротивления давления не менее 1-1,2 мм После расширения канала в его устье следует создать так называемую амортизационную полость На слайде представлены подготовленные культи и зубы под культевые конструкции Прямой способ изготовления литой культевой штифтовой вкладки Препарирование ткани корня зуба под штифтовую культевую вкладку Изоляция от слюны Увлажнение стенок канала Введение в канал корня размягченного воска Над пламенем горелки разогревают палочку моделировочного воска Вытягивают и истончают один ее колец, придавая копевидную форму Затем воск еще раз слегка разогревают и вводят в корневой канал под небольшим давлением Излишка воска срезают на уровне соседних зубов И приступают к моделированию культевой части вкладки Далее в толщу воска вводят по оси корня зуборазогретый проволочный металлический штифт на глубину 2-3 мм И извлекают восковую композицию После извлечения оцениваем репродукцию Корневой канал закрывает временную пломбу Отливка штифта культевой вкладки из металла Замена на основной материал Припасовка и фиксация культевой штифтовой вкладки в канале корня цемента На сегодняшний день преимущество использования беззольных стандартных штифтов и самотвердящих пластмасс Подобрав штифт соответствующей толщины Легко входящий в канал корня пластмассу замешивают и наносят тонким слоем На штифт перед введением в корневой канал Вводят в корневой канал штифт с пластичной пластмассой Уточняют таким образом его диаметр и конфигурацию Следует помнить, что штифт нужно вывести до полного затвердевания пластмассы Затем приступают к моделированию культевой части вкладки из того же материала Прямой метод для изготовления штифта культевой и металлической вкладки Используемые материалы это паттерн Брайт пластмасса Самотвердящая беззольная наделировочная И беззольный штифт На слайде представлены этапы алгоритма изготовления металлической культевой вкладки От препарирования до фиксации коронки Непрямой или еще его называют косвенный метод изготовления штифта культевой вкладки Первый этап препарирования корня зуба под штифта культевой вкладку Получение рабочего двуслойного силиконового оттиска с поверхности корня и корневого канала И вспомогательного оттиска Получение рабочей модели из супергипса и вспомогательного из обычного гипса Загипсовка модели в акклюдатор Моделирование восковой композиции культевой вкладки и ее отливка Припасовка литой штифтовой вкладки на рабочей модели Припасовка и фиксация культевой штифтовой вкладки в полсерта в канале корня фиксирующего материала Оттиск получает двуслойный силиконовый материал А и С Для придания жесткости и исключения деформации отпечатков Корневой канал в оттиске в канал вводят заранее припасованный штифт и беззольный пластмасс Корригирующую массу вводят в корневой канал с помощью канала-наполнителя для углового наконечника На малых оборотах из шприца на штифте Этап изготовления непрямого метода штифта культевой вкладки Снятие слепка а-силиконом И техническая работа Недостатки прямого способа Сложности, связанные с недостаточным обзором операционного поля в области боковой группы зубов Повышенном слюноотделении Отсутствие возможности предварительной припасовки вкладками рабочей гипсовой модели Что удлиняет время припасовки и ее полости рта Возможность термической травмы с действием оболочки полости рта Горячим моделировочным инструментом при работе с восками Большие временные затраты врача на исполнение технической процедуры Моделирование вкладок при большом количестве восстанавливаемых зубов Недостатки непрямого метода Возможны дополнительные ошибки при снятии слепка и отливке модели Составная разборная культевая вкладка Позволяет восстанавливать разрушенную коронку на корневых зубах Используя для этого любые неправильные каналы На максимально возможную глубину Способствует равномерному распределению жевательного давления между корнями зубов Что позволяет разгрузить ослабленную кариозным процессом Область бифуркации и трифуркации зубов На слайде представлены этапы изготовления Разборная модель Разборная вкладка со скользящими штифтами Моделирует монолитную вкладку с основным штифтом И пронизывающими ее каналами для дополнительных штифтов Этапы фиксации разборной культевой вкладки Разборная культевая штифтовая система Вкладка во вкладке Эта конструкция штифтовой вкладки состоит из самостоятельных Несимметричных плотно прилегающих одна к другой частей культи со штифтами Наиболее распространенная ошибка, с которой связаны осложнения Является недооценка противопоказаний Применению штифтовых зубов Неустойчивый корень Тонкие стенки Неполноценные твердые ткани зуба Искребленный короткий корень С труднопроходимым каналом Некачественно подготовленный к патизированию корень Наличие воспалительных процессов тканей парамет Разрушение корня ниже уровня десны и другие Можно выделить два осложнения, связанных с использованием штифтовых конструкций, перфораций и трещин Перфорация корня Может возникнуть при рассломбировке и расширении канала Причины перфорации различны Тонкие стенки, искребленные корни Труднопроходимые каналы вследствие отложения заместительного дентина Наличие дентикли Применение чрезмерных усилий при раскрытии труднопроходимых каналов Использование тупых или плохо центрированных реющих инструментов Несоответствие оси корневого канала Направление убора во время препарирования корня И отсутствие визуального контроля За продвижением инструмента Затрудненный доступ к корневому каналу И другие причины могут привести к перфорации стенки корня Для профилактики анализа рентгенограммы Контролировать положение пломбировочного материала в канале Как это указано на слайде После фиксации штифтовой конструкции В результате перераспределения жевательного давления с коронки на корень Через штифт возникает опасность образования трещин и раскола корня Этому способствует большой диаметр штифта Ввинчивание штифта Конусообразный тип штифта Чрезмерное истончение стенок корня Отклонение от оси корневого канала в процессе препаровки и другие При котором в штифте менее половины длинной корня После укрепления литой культива штифтовой вкладки Возможно развитие осложнений Поломка корня или отколы его пришельчной части Доказано, что при оптимальной является длина штифта Равная 2,3 длины корня Толщина стенок корня наиболее тонких участков была не менее 1 мм Спасибо за внимание